Продолжение следует... 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 Они организуют кампы вверху, и мы работаем в мяфтингусхе с ними, и мы были в агенте много лет, и мы были в беседе с Купсхтем, и у пасы импакт и дешит и пьесмарьес фмиве на фестивалях на прендрит, и это очень важно для нас. Во-первых, я очень счастлива, чтобы это было вместе с праздниками организации организации на Олимпийском комитете Косово. Есть много детей вокруг, и я думаю, что это просто круто. Эта церемония была также организована на огромном скроме, здесь, в Прещина, на Олимпийском комитете. Я очень счастлива о том, что мы имеем в виду на Олимпийском комитете Косово. Итак, здесь, это про женщины в Олимпийском комитете. В Париже, в 2024 году, это первое время, что мы имеем так много агентских 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 агентских. И вы можете спросить себе, почему это так долго? И это было очень долго, очень долго для женщины, чтобы было участие в мяфтинге. Я думаю, что в России, Пиер Декуbertин, который способен создать оригинальное олимпийском комитете Косово, который был визиональным в своей попытке реализации в его мяфтинге, и дать более важности для спортсмена в общественном комитете. Но, впрочем, он был визиональным, когда это касается женщин в общественном комитете. Он был очень консервированным. И это не единственное, это общество от того времени. Это было много времени, и есть несколько дней, которые были важны. В 2008 году, когда первые женщины были приглашены, я думаю, в Мексике, в 1968, когда женщины были более видны в светлой торчей. Поэтому, по-моему, это очень, очень длинная жизнь. И это еще один вопрос, что праздник для наших игр, что, для первого раза, есть так много женщин, как мужчины. И это история, которую мы рассказываем в этой празднике. И я также хочу сказать, что с удовольствием, что я очень благодарен для Косово, который является маленьким страном, но с дилегацией от девятых атлетов. Один из них, Дистрия Красничи, который уже получил медаль. Поздравляю! И это первая дилегация, где есть более женщины, чем мужчины, Это тоже очень впечатляет. Сегодня мы, может быть, у нас есть дилега между Лаура и Кларис, которые французские атлетики. Ну, все мои желания с двумя из них. Если они встречаются, то, наверное, больше с Кларисом, чем с Лаура. Но я также желаю лучшего для Лаура Фазлио. Для детей, которые выступают сегодня, я думаю, что успех не приходит от никуда. И, конечно, есть хорошая организация в Косово, и спортивная культура, которые я вижу очень позитивной для детей. И, конечно, может быть, в 15 лет, один из этих детей, которые мы сегодня видим, прыгают и участвуют в этой прекрасной перформации, будет победить медаль. Кто знает. с иной кристинской продукции, что-то, что-то! И ехать с советами,